Добрый вечер, это программа Пульс Дня в студии Артём Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ареста по делу о событиях 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий. По словам Трампа, ему также могут быть предъявлены обвинения в связи с попытками оспорить результаты президентских выборов 2020 года, которые он проиграл. Как сообщил Трамп в своих соцсетях, в воскресенье вечером специальный прокурор Джек Смин проинформировал его о том, что против него ведется федеральное расследование. Трамп сообщил, что ему предстоит появиться перед расширенной коллегией присяжных или так называемым большим жюри, что, как он отмечает, почти всегда означает арест и предъявление обвинений. Это будет уже третье обвинение Трампа в уголовных преступлениях, включая возбужденное командой Смита дело о халатном обращении с секретными документами. В суде Нью-Йорка Трампа также обвиняют в фальсификации бухгалтерской отчетности о выплате порноактрисе Сторми Дэниелс. Обвинение считает, что в 2016 году перед президентскими выборами Трамп заплатил ей за молчание. В связи с этим делом Трамп уже был ненадолго формально заключен под стражу. Это произошло в апреле этого года. Это стандартная процедура в подобных случаях. В момент ареста обычно надевают наручники и зачитывают права, но для экс-президента тогда сделали исключение. Бывший президент предстанет перед судом по этому обвинению в марте будущего года, в то время как дату суда по делу о халатном обращении с секретными документами по-прежнему оспаривают его адвокаты. Трамп написал в своей социальной сети TrustSocial, что ему было отправлено письмо, в котором сказано, что он фигурант расследования большого жюри в отношении событий 6 января. По словам Трампа, он должен предстать перед присяжными всего лишь через 4 дня. Смит был назначен на должность специального прокурора генпрокурором США Мериком Гарландом вскоре после того, как Трамп прошлой осенью объявил о начале новой президентской кампании. Команде Смита поручено расследовать, как Трамп уже после президентского срока обращался с оставшимися в его распоряжении секретными документами. В ее задачу входит также координация масштабного расследования обстоятельств штурма Капитолия сторонниками Трампа и попыток экс-президента и его помощников оспорить результаты выборов 2020 года. В ходе расследования событий 6 января коллеги Смита опросили десятки чиновников администрации Трампа и его советников, включая бывшего вице-президента Майка Пенса и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Показания также дали американские чиновники, которые утверждали, что Трамп оказывал на них давление с целью аннулировать результаты президентских выборов. В команде специального советника не говорят о конкретных уголовных преступлениях, в которых они подозревают Трампа, однако известно, что генпрокурор поручил Смиту расследовать попытки вмешательства в процесс законной передачи власти после президентских выборов 2020 года или освидетельствования голосования коллегии выборщиков. Законопроект Неделю назад Палата представителей, контролируемая республиканцами, одобрила свой проект военного бюджета. Конгрессмены проголосовали за консервативные поправки по социально важным вопросам, в их числе отказ от возмещения расходов военным за поездки в другой штат ради аборта. В Сенате, который контролируется демократами, проголосуют против такой меры. Сенат одобрил свои поправки к проекту военного бюджета в среду. Одна из них запрещает президенту США выходить из НАТО без одобрения Сената. Соединенные Штаты хотят, чтобы развивающиеся экономики, такие как Вьетнам, присоединились к инициативам по укреплению и диверсификации цепочек поставок, заявила сегодня утром министр финансов Джанет Йеллен. США и другие крупные страны стремятся уменьшить зависимость от России и Китая в поставках ключевых товаров и компонентов после шоков в цепочках поставок, которые потрясли мировую экономику в последние годы. Выступая в Ханое, Йеллен заявила, что так называемый френдшоринг, выстраивание цепочек поставок через страны, которые считаются доверенными партнерами, не ограничивается давними союзниками. Выступление Йеллен пришлось на второй день ее визита во Вьетнам, где она встречается с политическим руководством страны и лидерами деловых кругов. США и Вьетнам поддерживают все более тесные торговые связи и разделяют озабоченность по поводу роста влияния Китая в регионе. Последние два года Вашингтон предпринимает скоординированные дипломатические усилия, чтобы добиться расположения коммунистического Вьетнама. С официальными визитами в этой стране уже побывали вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Власти Нью-Йорка ввели лимит пребывания в приютах для мигрантов. Мэр города Эрик Адамс заявил, что беженцы будут получать уведомления о необходимости покинуть приют и найти новое жилье за 60 дней. Чиновники отметили, что в планах попытаться обеспечить беженцев другими вариантами размещения, однако если им не удастся этого сделать, то мигрантам придется жить на улице до тех пор, пока в приюте не появится свободное место. Адамс отмечает, что беженцев с детьми выселять не будут. Власти также приняли решение раздавать мигрантам, пересекающим границу, листовки с уведомлением, что Нью-Йорк не предоставляет гарантии размещения в убежище по прибытию в город. «Рассматривайте другие города, когда будете принимать решение о переезде в США», — говорится в листовке на английском и испанском языках. Адамс добавил, что в настоящее время на попечении города находится почти 55 тысяч мигрантов. Ежедневно в Большое Яблоко прибывает от 300 до 500 человек. Эрик Адамс обратился в суд с просьбой приостановить действие права на убежище, заявив, что город больше не в состоянии обеспечивать жильем беженцев. С весны прошлого года через город прошло более 90 тысяч мигрантов, и только на прошлой неделе прибыли более 2800 беженцев. В Нью-Йорке открыли 188 мест для их размещения, включая 13 центров гуманитарной помощи. Выигрышный билет Powerball на Jackpot в 1 миллиард долларов продали 19 июля в Лос-Анджелесе. Это шестой по величине крупный выигрыш в истории США и третий в истории Powerball. Билет, как сообщается на сайте Калифорнийской лотереи, продали на мини-рынке Лас-Пальмитас в центре Лос-Анджелеса. Продажи билетов увеличили размер Jackpot по сравнению с его предыдущей оценкой в 1 миллиард до 1 миллиарда 8 миллионов на момент розыгрыша. Победитель может выбрать либо ежегодные выплаты, либо единовременную выплату в размере 558 миллионов до вычета налогов. В розыгрыше 19 июля было разыграно 36 билетов по всей стране, которые угадали все 5 белых шаров и выиграли 1 миллион долларов, а три дополнительных билета по одному во Флориде, Пенсильвании и Род-Айленде удвоили свой выигрыш до 2 миллионов долларов благодаря Powerplay. Шансы выиграть в лотерею 1 на 292 миллиона. Именно такие низкие шансы и помогают накапливать крупные суммы для джекпота, которые в свою очередь привлекают больше игроков. Крупнейший джекпот Powerball составил более 2 миллиардов долларов в ноябре 2022 года. Через несколько минут мы продолжим выпуск и будем обсуждать эти и другие новости после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова